Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфир, правда, целитель. Мы говорим о здоровье. И хочу сознаться, я уже слышал у метафизиков, у экстрасенсов, у целителей, вот такие как бы заявления, что ну вообще-то там, то что вы там телом что-то делаете, да, это у вас не забирает энергию. То есть там физкультурой позанимались, вы вроде бы энергию потратили, но почему-то потом она возвращается и только в плюс идет, физкультура только, не спорт, да. А вот если вы, у вас мысль не та, причем даже в подсознании засела, да, там или эмоции где-то спрятали в тело, то вот тут вы теряете энергию. Мне, ну, мне материалисту очень тяжело было вообще такое слушать, да, и как бы, ну я откладывал эту информацию, но я не транслировал ее дальше, и мне она была не очень понятна. Ну вот самое интересное, что работая с пациентами, а я работаю, ну если я серьезно работаю, я работаю в том числе биолокационно, то есть я смотрю уже и тонкие планы, не просто там вот заболела, давайте с вами помажем вот этим, вроде всем помогает, да. Это вот как бы мне неинтересно так работать. Интересно идти именно в первопричины, смотреть человека как многомерная, многоплановая такая сущность, которая проявляется одновременно на разных планах, и то есть смотреть на человека с точки зрения и метафизики, да. И вот последние как раз несколько сеансов я все-таки, ну, естественно, образом вышел вот на такую информацию, что, ну, как бы есть сейчас такая тенденция вот у тех, кто вообще что-то там меняет по питанию, да даже и не меняет, идет такое снижение по запасам белков и жиров. И по сути у многих, очень у многих есть вот истощение. Ну, оно там не очень сильное, но, по крайней мере, из тех, кого я наблюдаю, вот идет, как бы, если смотреть биолокационное, это будет видно, как баланс белков по белкам, баланс по жирам, да, то есть негатив. Ну, там может быть потеря, например, не знаю, пару грамм там в день, да, то есть она, ну, а иногда может быть и не потеря, но запаса меньше, чем вот биолокационно показывается, что должно быть в идеале. И, ну, естественно, раньше я все время, вы посмотрите по роликам, повторял, что вам только фруктовыми углеводами можно, да, как бы дать вот помочь, что особенно когда жор, то есть организм срабатывает, вот механизм, что расход больше, чем приход, да, а мы говорили о том, что у нас внутренний эфирный синтез, мы это все проходили, что у нас клетка поставляет, сама себе синтезирует по сути питание, питание, энергию, и мы говорили о том, что да, вот можно помочь извне, но при этом мы уже с вами упоминали, что вообще-то в равновесном, сбалансированном состоянии от питательной фазы мы независимы, то есть клетки даже в закисленном состоянии, ну, еще не совсем не в онкологически закисленном, а вот еще пока функционирующем, худо-бедно все равно вот, ну, работают, да, просто, ну, важно, конечно, не доводить эту закисленность до среды и клетки уже до патовой, когда уже клетка не может покрыть свои потребности, ну, и начинает плохо работать, естественно, да, и, естественно, работа, плохая работа клеток организма, это плохая работа вообще организма, как ни странно, следовательно. Но, вы знаете, вот надо отдать должное, что уже вот двух случаев последних я нахожу то, что, собственно говоря, о том, дело не в финиках, не бананах, не авокадо, то есть это больше для ума даже, то есть там проблема в том, что на полевом уровне идет вот блокировка вот этого эфирного синтеза, и связано это с определенным, ну, вот в последних двух случаях это были просто блоки, у одного там духовный блок идет во все, идет вот как бы там смещение определенного слоя, например, импульсном кольце, ну, это мало что скажет человеку, который не занимается полярной медицины, вот, но далее идет вот как бы искажение работы уже нервных центров, и по сути метаболизм человека вот такой, что идет потеря по белкам и жирам, и дело не в какой-то нагрузке, и дело не в том, что он там сменил питание, оно стало наоборот более, вроде бы, питательным, но пошла провокация очищения, а провокация очищения это выход на метафизики программ, а программы обостряют блоки, то есть блоки выходят наружу, вот они начинают проявляться более активно, вот проблема-то вот это тоже этих переходов питания, этих духовных развитий, на которые там на всякие кружки роста, идет обострение, то есть попытка вытряхнуть из себя, она вообще-то у нас хроника идет через обострение. И в другом случае, там у человека, там определенный другой блок, там, и этот блок, я даже не смотрел конкретно как дальше, но вот если его убирать, да, этот блок, то есть его бы не было, то идет повышение по белкам, по жирам, то есть метаболизм идет как бы вот на плюс, на запас. И здесь еще очень интересный момент, ну, естественно, я подбираю, я не заставляю никого вот заниматься прямо сейчас, там, метафизикой, блоками, не всем это приятно, не всем это хочется сегодня этим заниматься, человек не готов, и для этого есть, конечно, например, у меня определенные записи, например, там, запись антидепрессанта, которая просто носится как такой кулончик, помогает, сказать, есть кому-то нужно и днем определенную запись, и ночью я подбираю, ночью другую, например, а кому-то эту же запись и днем, и ночью, это индивидуально, но во всех случаях, да, оно работает, по сути, как, ну, обрывает сигнал души на тело, и это вообще-то не совсем правильно, то есть как временная мера, я говорю даже про гомеопатию, про фоновую гомеопатию крайне высокими частотами, без вещества, казалось бы, ну, это так прогрессивно, да, и когда-то я, открыв это направление, было, о, я так обрадовался, теперь я буду здоров, и всех еще сделаем здоровыми. Ну, здоровыми, как бы, да, временно, но не целостными, понимаете, получается, и вот меня коллега тут, почему я записать решил ролик, он спросил, ну, хорошо, вот я ему эту ситуацию обрисовал, что вот у тебя вот так вот, вот пока ты носишь вот это вот, то, что я сказал, идет в плюс белки и жиры, вот ты вот сейчас не носишь, идет в минус. А проблема в блоке, блоке в подсознании, то есть вообще-то это надо проработать по-хорошему, а человек спрашивает, а что можно еще попить, и вот это вот 99% вот всех, кого я знаю, всех наших пациентов, вот это вот первое, и я такой же был, и еще, еще во мне это тоже осталось, а что попить, а чем заесть это, а как, какая травка здесь вот меня спасет, а что меня излечит, а какой доктор поможет, все что угодно, но человек, человек даже не слышит, что там вообще-то можно просто изменить мысль, там можно просто восприятие поменять, это вот, ну, в принципе, это щелчок, и вообще-то все перевернется, но это сложнее всего, видимо, потому что проще всего отдать всю пенсию, потратить кучу денег на врачей, на лекарства, ну, хорошо даже, мы будем искать теперь натурально, это будут фитотерапевтические всякие яды, все равно это яды, но лечение пищи тоже нам дешево не выйдет, это хоть даже и не фрукто-сокотерапия, то это будет куча всяких специальных трав, салатов, это весь день мы только будем думать, это вот, ну, вот, включайте Виталия Островского, и будете весь день заниматься своим здоровьем, пожить вам уже не суждено, будете только чиститься весь день. И вот, да, вот этот вопрос, что, что же можно сделать? Ну, естественно, там, пациентам сейчас я предлагаю, что мы с вами и вот, и поносим вот эту запись, фоновую гомеопатию, и попить вот с записи можно водичку заряженную, это помогает, можно как бы и, что касается извне, там у нас питательная фаза идет, фруктовые углеводы, да, мы здесь тоже помогаем, понятно, но это и успокаивает, кстати, вообще-то, то есть, ну, все-таки пищевая наркомания, она касается и фруктовой наркомании, и это тоже, это временный такой наркотик, да, человек там, ну, съест, не знаю, вкусную помидорку, ему вот отвлечется от какого-то блока, от каких-то мыслей, ему станет легче, и настроение лучше, и это тоже помогает, но это все полумеры. То есть, тут вот нужно признать, что попытка вообще, вот мы сейчас говорили про падение по белкам и жирам, да, но это очень важно, по сути, это путь к истощению и вообще нарушением нашей, как бы, физиологии. Здесь не попытка, вот, то есть, есть полумеры, да, и, естественно, это тоже было первым, чем я, например, овладел, но подбираемся мы все равно именно к первопричинам, к метафизике, они в метафизике, то есть, они в тонком плане, и здесь я вот, ну, с опытом постепенно начинаю к этому подходить и уже видеть, что да, это не шутка, и когда, ну, скажем так, мастера метафизики уже с опытом, ну, скажем так, говорят некоторые такие революционные вещи, которые не укладываются в голове обычного материалиста, да, которого запрограммировало окружение на вот такой жесткий, ну, жесткие такие причинно-следственные связи, что вот еда, и она именно и дает там белки, жиры, да, страшная связь, конечно, да, потому что белки и жиры, да, и углеводы, вот, особенно в сложном виде дают только жуткую нагрузку, а уж белки дают гниение, если вы не смогли разложить, да, аминокислот, и чтобы еще организм принял эти аминокислоты как не модифицированные, да, тоже касается и углеводов, да, они должны быть разложены до мономеров, и эти мономеры, опять же, должен организм принять свой метаболизм, и жиров, вообще жиры попадать не должны, а что касается масляной фазы, то, опять же, это тоже очень сильная нагрузка, и только вот если это масло внутри клетки, там, клетки банана, да, я еще понимаю, ну, и в оболу, что какую-то часть организм все-таки сможет обработать, но это все равно напряжение для организма, вот, а начинаешь подбираться к совершенно, как бы, совершенно другим открытиям, что вообще-то именно вот на, именно наши мысли, да, и наши отношения, наше эмоциональное состояние, именно вот это определяет, вообще, наш метаболизм, да, все, что мы, дамы извнеющую, пытаемся ссувать себя и отравлять себя, ну, это просто дополнительная нагрузка. Андрей Широков, Клуб Эфилев, Правда Целитель, до скорых встреч!